Магазин товаров Магазин товаров Магазин Lava Supply Магазин товаров Ну а теперь для того, чтобы мы были здоровы, мы должны поговорить о почте, о голосовании по почте. Дамы и господа, голосование по почте – это гарантированный хаос и неизбежное мошенничество. Мы с вами вряд ли обнаружим американца старше школьного возраста, который бы не сталкивался бы в той или иной степени с почтовой службой Соединенных Штатов. И почтовая служба Соединенных Штатов – это одно из немногих упомянутых в Конституции правительственных учреждений. Я процитирую первую статью, восьмой раздел Конституции. «Конгресс имеет право учреждать почтовые службы и почтовые дороги». Никто из авторов Конституции мечтать не мог о почтовых дорогах с сегодняшнего дня, воздушных, шоссейных и в последние десятилетия электронных. Почтовая служба обслуживает нас и по сей день. Ей суждено сыграть важную роль в предстоящих выборах президента, губернаторов, депутатов Конгресса, депутатов штатных легислатур. Не исключено, что роль почтовой службы окажется решающей в подведении результатов многих выборов, включая президентские. И я готов сегодня предсказать, некоторые результаты будут оспариваться в судах. Нельзя быть уверенным, что инаугурация президента состоится в определенное 20-й поправской Конституции время, на следующий год после выборов, в полдень 20 января. Такой прогноз позволяет мне сделать как личное общение с работниками почтовой службы, так и деятельность почтовой службы в обслуживании меня. Сначала личная история. В конце 1979 года я был в группе журналистов-энтузиастов, которые основали еженедельную газету «Новый американец». Мы знали, как писать заметки, мы знали, как верстать газету. И нам не составило труда найти типографию, где ее будут печатать. Однако этих знаний оказалось совершенно недостаточно для становления, я уже не говорил, процветания нашего бизнеса. Мы оказались совершенно не готовы к проблемам, с которыми столкнулись. В частности, мы не имели ни малейшего понятия о работе почты. Наши сведения о почте вряд ли превышали сведения, подчеркнутые в далекие детские годы стихотворения Маршака Пустья. Ну, помните стихотворения? Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Нет, с цифрой 5 на медной бляхе, с синей формерой фуражки. Это он, это он, ленинградский почтальон. Окей. Нью-Йоркский почтальон, точнее Нью-Йоркская почта, наверняка не стал бы героем детского стихотворения. Эта почта могла стать героем фильма ужасов. У нашей газеты не было недостатков подписчиков. Но получали они газету с опозданием на одну, две, три недели. Иногда вообще не получали. В круг моих обязанностей, кроме сочинения заметок, входило свидание с работником Нью-Йоркского почтамта. Этот работник был ответственным за отправление ежередельных газет по стране. Я виделся с этим господином не реже двух раз в месяц. Я приходил на свидание в назначенный им день и час. Его никогда не было на месте. Бывало, я ждал полчаса, иногда я ждал час, иногда полтора, два часа. Случалось, мне говорили, сегодня его не будет, он у начальства. И я постоянно сталкивался с работой почты не по служебным делам. По той или иной причине почтальон не приносил заказанные мной книги. Оставлял в почтовом ящике уведомления. С этим уведомлением следовало пойти на почту. Я работал в Манхэттене. Это Нью-Йорк, многие из вас знают. А жил на другом берегу Гудзона, в городе Джерзи-Сити. У меня была возможность посещать почту только в мой нерабочий день, то есть в субботу. Ну и таких, как я, накапливало за неделю довольно много. Мы выстраивались. На почте было три окошечка для общения с посетителями. В редчайших случаях нас обслуживали две дамы. Работала обычно одна дама. На возмущенные вопросы, пришедших за посылками, ответы были различными. Чаще всего нам говорили так. Сегодня суббота, и вам спешить некуда. Дамы и господа, я уже много лет живу в горах Северной Каролины, неподалеку от города Эшвилла. Но на почте бываю постоянно. И никогда не сталкивался с нью-джерсийским хамством. В моей деревеньке служат, как и в Джерзи-Сити, работники той же федеральной почтовой службы. Но я не припомню, чтобы приходилось ждать обслуживания больше пяти минут, даже в субботу. Однако и здешнее почтовое отделение не заслуживает высокой оценки. Почта вынудила меня отказаться от подписки на газету Wall Street Journal, потому что почта доставляла мне понедельничный номер во вторник, вторничный в среду, номер среды в четверг. Часто не приносила субботне-воскресный номер. Объяснения были самыми разными, но я счел за благо покупать газету по утрам в ближайшем супермаркете. Почтовые проблемы, с которыми сталкивался я, полагаю, это типичные проблемы для всей страны. Поэтому давайте перейдем от частного моего общения с почтовой службой к общему участию почтовой службы в предстоящих выборах. Я живу в Америке с 1977 года. В тот год, в 1977, за письмо первого класса следовало заплатить 13 центов. 13. Сегодня мы платим 55 центов. В 4 с лишним раза больше. Вопрос. Может быть за годы моей жизни в Америке почта стала работать в 4 раза лучше? Если я задам кому-нибудь такой вопрос, то в ответ услышу. Are you kidding? Есть и другие цифры, дамы и господа, которые характеризуют почтовую службу. Вот еще одна цифра. За последние 12 лет, с 2007 года по 2019, денежные потери этой службы составили 78 миллиардов долларов. 78 миллиардов. Такие убытки похоронили бы любую частную компанию. Но почта, почта-то государственное предприятие. Разговоры о приватизации ведутся давно, но Конгресс слышать не хочет о приватизации. Демократы и республиканцы в этом вопросе едины. И причина их единодушия очевидна. Объединенные в профсоюзы более 600 тысяч работников почтовой службы выступают против приватизации. А демократам и республиканцам нужны на выборах их голоса, голоса их родственников, их друзей, знакомых. Обитатели Вашингтонского болота демократы и республиканцы приводят самые различные доводы против приватизации. В 2017 году у демократов появился еще один довод. Дональд Трамп. Поскольку президент за приватизацию, они, разумеется, против. Но как только президент высказался против голосования по почте, объявив, что такое голосование открывает дорогу к мошенничеству, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократа в Сенате Чак Кью Шумер тут же обвинили его в саботаже. Поддерживающие демократов средства массовой информации немедленно назвали Трампа виновным, цитирую, в исчезновении, в исчезновении с городских улиц синих почтовых ящиков. Хотя почтовая служба приступила к демонтажу почтовых ящиков в первый год обамовского президентства в 2009 году, когда уже многие американцы отказались от бумажных почтовых отправлений, предпочитая им электронные. Вопрос, дамы и господа, кто прав? Демократы, обвиняющие Трампа в саботаже, или президент, уверены, что голосование по почте приведет к массовому мошенничеству. Кто из них не был бы прав, следует признать, почтовая служба США не в состоянии обеспечить доставку в избирательные комиссии в необходимый срок бюллетеней для голосования. Примеров у нас достаточно. Я приведу вам только один пример. Первичные выборы в 12-м избирательном округе штата Нью-Йорк. Я выбрал 12-й Нью-Йоркский округ по одной причине. В этом округе нет и намека на соперничество демократов и республиканцев. Этот округ, он расположен в границах. Тот, кто знает Манхэттен. Это Манхэттенский сайт. Это часть Квинса и часть Бруклина. Это все Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. Этот округ является вводчиной демократической партии. И если с голосованием по почте что-то не в порядке, у демократов нет возможности обвинить республиканцев в саботаже. В 2018 году, два года назад, Кэролин Мэлоуни, депутат Палаты представителей с 93-го года, легко победила республиканца Элиота Рабина. Она набрала 86% голосов. В нынешнем году демократы-социалисты задумали изгнать из палаты представителей, засидевшуюся в палате представителей либеральную демократку Мэлоуни, и нашли ей соперника в лице господина Сюрая Пателлы. Это сын эмигрантов из Индии. Итак, первичные выборы демократов в 12-м округе состоялись 23-го июня. 23-го июня. Завершился июнь. Первая неделя июля завершилась. Вторая, третья. Победитель был назван только 2-го августа. Назван после судебного процесса. В течение месяца федеральный судья Анализа Торрес выслушивала показания свидетелей, которые так или иначе были вовлечены в избирательный процесс. В числе свидетелей были и работники почтовой службы. И эта служба, как выяснилось, оказалась совершенно не готовой к установлению двух дат. К установлению двух дат. Дата первая, когда избиратели отправили конверты с заполненными бюллетенями до или после выборов. Дата вторая, когда конверт пришел на почту. Майкл Калабриз, этот господин возглавляет в Нью-Йорке почтовый отдел ответственный за сортировку конвертов. Он объяснил в ходе судебного процесса. Автоматические установки не могут определять даты на конвертах без марок. А конверты с бюллетенями отправляются без марок. Чтобы узнать дату заполнения бюллетеня, требовалось открывать каждый конверт руками. Мистер Калабриз сказал, цитирую, у нас просто-напросто не хватает рук для такой работы. А вот что заявил сопредседатель совета по выборам в штате Нью-Йорк Даглас Келнер. Я цитирую господина Келнера. К такому объему почтовики не готовы. К объему приходило несколько десятков тысяч конвертов с бюллетенями около 40 тысяч. К такому объему почтовики не готовы. Это заявил в суде сопредседатель совета по выборам в штате Нью-Йорк Даглас Келнер. На сороковой после выборов день господа Мелони была объявлена победителем. Господин Пателло до сих пор не признал поражение. Вопрос, дамы и господа. Случившееся в 12 округе это саботаж по указке президента Трампа? Ага. 12-й избирательный округ штата Нью-Йорк это один из 435 избирательных округов по выборам в палату представителей. Сегодня можно только гадать сколько судебных тяжб будет затеяно после предстоящих выборов в нижнюю палату Конгресса, палату представителей. А ведь будут же еще выборы и в верхнюю палату в Сенат. Давайте не забывать о выборах президента. На днях два господина, Дэвид Рибкин и Ли Кейси, они работали в Министерстве юстиции при президенте Джорджа Буши. Они написали в газете Олстрид Джорнал заметку. Заметка под таким прекрасным названием. Голосование по почте может вызвать хаос. Эти два господина предсказывают, подсчет голосов не будет закончен не только в день выборов 3 ноября, но вероятно не будет закончен и до 14 декабря. 14 декабря это день, когда согласно закону принятому Конгрессом в Вашингтоне должны собраться выборщики 14 декабря. К этому дню подсчет бюллетей не может быть не закончен. А что же случится со сроком 20 января, день инаугурации президента? Господа Рибкин и Кейси не ошибаются, предсказывая хаос на грядущих выборах. Мы с вами, дамы и господа, не ошибемся, согласившись с президентом. Голосование по почте сопряжено с мошенничеством. История, история, как давняя, так и современная, позволяет нам это предвидеть. Обратимся к давней истории, дамы и господа. 1864 год. Никого из нас еще не было на свете. 1864 год. Этот год. Легислатура штата Нью-Йорк позволила жителям штата, солдатам и офицерам, участникам войны с конфедерацией, голосовать в президентских выборах по почте. 1864 год. Губернатор-демократ штата Нью-Йорк Горацио Сеймур одобрил это решение. Губернатор-демократ Сеймур, как и многие другие демократы штата, собирался голосовать не за президента республиканца Авраама Линкольна, а за кандидата демократической партии, бывшего генерала Джорджа Маклеллана. Мистер Маклеллан вскоре после начала войны был отстранен Линкольном от командования армии. Демократы-северяне считали, что войну следует прекратить. Республиканцы, сторонники Линкольна, требовали воевать до победного конца. И вот купец Орвилл Вуд, купец из графства Клинтон, это графство на севере-востоке штата Нью-Йорк, он был в числе союзников президента Линкольна. В первых числах апреля 1864 года, за несколько недель до выборов, мистер Вуд приехал в Балтимор. В этом городе была расквартирована дивизия, сформированная из жителей графства Клинтона, из того самого графства, в котором жил мистер Вуд. Некоторые земляки Вуда лечились в госпиталях. И вот, беседуя с ними, Вуд выяснил, раненые уже голосовали, причем многим из них помогали заполнять бюллетени для голосования сотрудника офиса, который возглавлял МОЗ в сфере. А МОЗ в сфере был назначен на эту должность губернатором Сеймуром. И мистер Вуд почуял неладное. Мистер Вуд решил навестить офис в сфере. Едва он переступил порог, он тут же объявил, что его кандидат — отставной генерал Маклеллан. Распознав в связи теории единомышленника, Ферри повеселел. Он тут же поведал, что 400 солдат и офицеров дивизии из графства Клинтон голосовали за Маклеллана и только 11 за Линкольна. В сфере веселился. Мертвые или живые, они все голосуют правильно. При этом господин Фея не применил добавить, что его работу одобряет Эдвард Данахью, ответственный в Вашингтоне за голосование по почте. Мистер Вуд поставил в известность о происходящем военное руководство. 27 октября, за две недели до выборов, в описи мистера Ферри в Балтиморе прошел обыск. Вскоре Ферри и Данахью были арестованы. Оба предстали перед военным трибуналом. Ферри сознался в содеянном, Данахью отрицал участие в махинациях. Суд приговорил того и другого к пожизненному заключению. Президент Авраам Линкольн одобрил приговор. Дамы и господа, это старая история, мы с вами еще не родились. А вот история совсем молодая. История выборов в Палату представителей в Калифорнии в 2018 году. Если меня не изменяет память, я рассказывал эту историю в апреле, в конце апреля. Ну, сегодня я вкратце напомню, мы все с вами знаем повторение мать учения. Итак, промежуточные выборы. 2018 год. Штат Калифорния. В течение десятилетий графство Орень, это одно из самых больших графств Калифорнии, это графство было оплотом республиканской партии. После выборов в 2018 году в Палате представителей не осталось ни одного республиканца, ни одного из четырех. Есть только демократы. Хотя в день выборов каждый из четырех проигравших республиканцев опережал соперника демократа. Все решили бюллетени, присланные по почке. Комментируя разгром республиканцев в графстве Орень, газета «Сан-Франциско Кроникл» сообщила, при подсчете голосов были учтены 250 тысяч бюллетеней, присланных по почте агитаторами-волонтерами. Вот как откликнулся на это событие тогдашний спикер Палаты представителей Пол Райан. Он назвал то, что происходило в Калифорнии, «сбор урожая избирательных бюллетеней». Газета «Лос-Анджелес Таймс» рассказывала, как проходил сбор урожая. Он проходил по-разному. Через две недели после выборов Лос-Анджелес поведала об одном из методов сбора урожая. Цитирую газету «Поддельная подпись в обмен на один доллар или иногда на сигарету». Так начиналась статья о гигантской, цитирую газету, схеме фальсификации выборов в Лос-Анджелесе. А вот что уже в апреле этого года совсем недавно заявила госпожа Пелоси. «Голосование по почте необходимо для защиты будущего нашей демократии в то время, когда мы противостоим кризису народного здравоохранения». Эта дама, разумеется, не сказала, что голосование по почте необходимо ее партии для фальсификации результата выборов. В отличие от Ферри и Данна Хью, махинаторов далекого прошлого, нынешние демократы не любители, а профессионалы. Они знают, что следует сделать, чтобы легализовать жульничество. «Практикуемый в Калифорнии сбор урожая не нарушает принятого в 2016 году в этом штате закона о выборах. Ранее заполнять бюллетени за кого-либо имели право только родственники или соседи по дому. Новый закон позволил, цитирую закон, третьей партии заполнять и собирать бюллетени». Газета USA Today информировала после выборов 2018 года читателей. Волонтер третьей партии может заработать на каждом бюллетене 6 долларов. Дамы и господа, в политике святых не бывает. Разумеется, не только демократы способны на махинации. Я проведу только один пример. В 2018 году, два года назад, после выборов, был улечен в сборе урожая республиканец Марк Харрис, опередивший в 9-м избирательном округе штата Северная Каролина, это штат, в котором я живу, он опередил демократа Дана Макгреди на 905 голосов. Были проведены новые выборы, Макгреди вновь проиграл, на этот раз республиканцу Дэну Бишопу. Голосование по почте открывает простор для жульничества той и другой партии, но возможности республиканцев ограничены, особенно в президентских выборах. Итоги президентских в том или ином штате зависят от результатов выборов в крупнейших городах, а в большинстве крупнейших городов царствуют демократы. Обращусь к примеру, который с жителем Иллинойса и Чикаго должен быть знаком. В 1960 году кандидат демократической партии Джон Кеннеди победил кандидата республиканской партии Ричарда Никсона в Иллинойсе с микроскопическим преимуществом 4858 голосов. Это 0,08% от числа голосовавших. Преимущество по штату 4858, но в Чикаго, крупнейшем городе штата, Кеннеди победил с гигантским преимуществом в 450 тысяч. Согласно легенде, подчеркиваю, согласно легенде, мэр Чикаго Ричард Дейли сказал в узком кругу однопартийцев, Джек получит столько голосов, сколько требуется для победы в нашем штате. Возможно, это всего лишь легенда, дамы и господа. Факт остается фактом. Джек, Джон Кеннеди, получил голоса 23 выборщика Перенойса исключительно благодаря голосам жителей города, в котором власть мэра Дейли была безграничной. Я ставлю точку в монологе, но перед тем, как мы перейдем на рекламу, небольшое объявление. То, что я говорил неделю назад. Итак, дамы и господа, откликаясь на многочисленные просьбы маме, пап, бабушек и дедушек, моя книжка «Тень проклятия этой кумсе над Белым домом» вышла в свет на английском языке для детей и внуков, ваших детей, папы и мамы, ваших внуков, дедушки и бабушки, детей, которые не читают по-русски. Условия продажи те же самые, что и книги на русском языке. Вы пишите мне на мой имейльный адрес, вы знаете мой имейльный адрес, на всякий случай я напомню, onemashaorlov.gmail.com Вы пишите мне, оставляете свой почтовый адрес, и я вам пишу, сколько стоит книжка, она стоит 20 долларов. Кстати, книжку, если у меня покупаете книжку, вы получаете ее с автографом. Если вам автограф не нужен, вы уже сегодня можете купить книжку на английском языке, и на русском, кстати, тоже, можете купить на Амазоне и на lulu.com. Кстати, она уже есть и на русском языке, и на английском в Амазоне в формате Kindle. Окей, если вы хотите книгу с автографом купить у меня, придется немножко подождать. Я получу книги для того, чтобы их начать рассылать, только 10 сентября. Повторю еще раз, на Амазоне вы можете купить эту книжку уже сегодня. Эта книжка, кстати, издана и на русском, и на английском языке в чикагском издательстве Bagrai and Company. Дамы и господа, перевели книжку на английский язык, мои друзья, Александр Матлин и Ольга Матлина. Кстати, книжка Матлина, он автор прекрасных юмористических рассказов. Вы его книжку можете купить на сайте lulu.com. И вот на этом-то я и ставлю точку. У нас будет небольшой прижив на рекламу. Не покидайте нашу волну, я вернусь вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте, как всегда, Алексей любезно соглашается принять ваши звонки, обменяться с вами мнениями. Поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями. Алексей, как вы считаете? Вот такой вопрос. Ну, хорошо. В основном, допустим, все идут на избирательные участки и голосуют лично. Будет ли подсчитано количество проголосовавших лично по сравнению с количеством, которое будет получено по почте плюс absentee ballots, для того, чтобы подсчитать, ну, будем говорить так, возможное количество в общем проголосовавших. Вы поняли мою математику? Да, ну, вообще у каждого, ну, выборы проводит каждый штат. Значит, в избирательной комиссии каждого штата должно быть абсолютно точное число голосов людей, которые голосовали на избирательных участках, точное число людей, которые голосовали по почте, точное число людей, которых голосовали по почте, как абсенте балла, то есть они просто-напросто не могли голосовать, они находились, я не знаю, за рубежом, еще где-то. Должны быть точные цифры, вплоть до единицы. И почему бы нет? Обязательно должны быть. Другое дело, мы с вами должны прекрасно понимать, я, дамы и господа, мой совет, если у вас выбор голосовать по почте, как, например, в Ниджерзе, в Ниджерзе всем зарегистрированным избирателям приходят бюллетенями. Это не значит, что не будет почтовых, не будет пунктов для голосования. Значит, мой совет каждому, каждому, голосовать, даже если вы получили бюллетень для голосования по почте, голосовать на избирательном участке. Потому что то, что будет происходить с вашими, вашим бюллетенями, бюллетенями многих из вас, можно догадываться, можно не соглашаться с этими догадками, можно фантазировать, но совершенно не исключены махинации, совершенно не исключены. Поэтому мой совет каждому голосовать на избирательном участке. Спасибо. Во-первых, еще раз, в избирательной комиссии каждого штата должно быть точное до единицы число голосов людей, которые голосовали на избирательных участках или голосовали по почте. До единицы эти цифры должны быть. Спасибо, Алексей, принимаем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я не слышу ничего. Человек слушает радио, вместо того, чтобы разговаривать с нами. Говорите, пожалуйста. Выкрасите радио. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алексей, я сейчас вот читаю много заметок в разных новостных каналах. И теперь у них идет такая главная мысль, что не удивляйтесь, что Трамп победит во всех 50 штатах, но потом окажется, после того, как по почте, придут голоса, он во всех штатах проиграет. То есть они уже готовы к тому, что он победит таким прямым голосованием во всех штатах. Спасибо. Окей. Ну, вы знаете, мое предположение, что прямым голосованием ни Трамп, ни Байден во всех штатах победить не могут. Ну, мы можем с вами заранее сказать, что в штатах Калифорния и Нью-Йорк победит прямым голосованием Байден, а не Трамп. Это мое предположение. Нас с вами должны интересовать в первую очередь те штаты, в которых, которые, как говорится, батлфилд, то есть место главных боев. В частности, штат, в котором я живу, штат Северная Каролина. Я допускаю, я действительно допускаю, что в этом штате, когда закончится выбор 3 ноября, когда закроются избирательные участки, и будут подсчитаны голоса, то окажется, что Трамп впереди. Но я совершенно не исключаю, что произойдет то, что произошло во второй раз в Калифорнии, в четырех избирательных округах, в Градстве Оренч. Когда закончились выборы в 2018 году, два года назад, все четыре республиканцы были впереди. Когда были подведены общие итоги, все четыре республиканцы проиграли. Махинации совершенно не исключены, абсолютно. Поэтому прогноз, который вы сказали, вы прочитали, я уже вчера читал об этом на каком-то сайте в Драч-Репорт. Сегодня я слышал у Раша Лимбо то же самое, и то же самое слышал на Фокс-Ньюс, что есть предположение, что после 3 ноября, когда закончится на избирательных участках, Трамп будет впереди в большинстве штатов. А когда дело дойдет до общего подсчета голосов, то Байден наберет необходимые 270 голосов выборщиков, а Трамп их не наберет. Об этом уже открыто говорят, потому что, ну, давайте, дамы и господа, рассуждать здраво. Если мы не идеологизированы, то, что махинации на избирательных, при подсчете голосов на почте, во-первых, не исключены, а во-вторых, что почта совершенно не готова к тому, чтобы обработать за считанные дни десятки тысяч бюллетеней. У почты для этого просто-напросто нет необходимых сотрудников. Более того, когда начинают сотрудники сами вскрывать конверты и вынимать бюллетени, сами сотрудники, я сразу же даю вопрос, а почему сотрудникам, работникам, членам профсоюза, профсоюза, который официально, профсоюз почтовиков поддержал Байдена, почему вообще им можно разрешать вскрывать руками конверты с бюллетенями? Мошенничество будет стопроцентное, стопроцентное. В чью пользу? Окей. Скорее всего, в пользу демократов. Это общее предположение, не только мое. Спасибо за вопрос. Да, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я тут прочитал статью, что если не успеет посчитать голоса до 3 ноября, тогда ни Байден, ни Трамп не могут быть президентами. И тогда 20 января, когда заканчивается срок Трампа, президентом станет Нэнси Пелоси. Это правда или нет? Каждый день мы отвечаем на один и тот же вопрос. Это замечательный вопрос. Просто замечательный. Я уже получил Эмельку на этот счет дня 2 или 3 назад. Дамы и господа. Есть поправка Конституции, которая гласит. Если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, пост президента занимает вице-президент. А если вице-президент не в состоянии исполнять обязанности, становится президентом депутат, спикер палаты представителей. Но что значит не способен? Заболел, травмирован, умер, лихорадка. Это есть не способен. А если просто не подсчитаны еще голоса, то это не значит, что не способен. Кстати, в Конституции записано, в полдень 20 января должны состояться праймерис. Если праймерис в полдень 20 января не состоятся, это есть нарушение Конституции. Более того, закон, это уже не Конституция, а закон, принятый Конгрессом. 14 декабря это срок, когда должны в Вашингтон смехаться выборщики. Все 570 выборщиков должны съездить в Вашингтон 14 декабря. Если для 14 декабря не подведены итоги, не подсчитаны, простите, нужно принимать новый закон, но мы не можем нарушать состоявшийся закон. Поэтому все эти разговоры, что если не будут подведены итоги, вдруг Нэнси Пелоси получает право стать президентом, они ни на чем не основаны. Не на основанных, потому что будет тогда нарушена Конституция и будет нарушен закон. Значит, для того, чтобы Нэнси Пелоси при здоровом Трампе и при здоровом принце Майшли Пенси стала президентом, должен быть нарушен закон и должна быть нарушена Конституция. Можно это? Не знаю. Будем смотреть. Принимаем следующий звонок. Спасибо за то, что подождали. Прошу вас говорить. Ага, спасибо. У меня вопрос такой. Голосовать, я буду голосовать in person, но если досрочно или в день выборов, есть какая-то разница? Не, не, это я вам точно могу сказать. В принципе, никакой разницы нет. Я могу, у нас избирательные участки в Северной Каравели открываются досрочные за три недели и заканчиваются за неделю. То есть две недели есть. В принципе, я могу голосовать в любой из этих дней. Ну, просто я, знаете, я старый человек, консерватор, кстати. Я люблю день выборов. Окей, я буду снять до 3 ноября. Я тоже старый консерватор. Спасибо. Но если вы голосуете в досрочных выборах, это учитывается совершенно нормально. Это не голосование по почте. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, в медицине считается, что надо поставить диагноз, а потом лечить болезнь. Ну, вот диагноз поставили, что почта не справится, и это приведет к злоупотреблением хаоса и вообще непонятно к чему. Но если есть диагноз и знаем, чем это закончится, нужно же как-то какое-то лечение применить. Как вы считаете, в штабе у Трампа уже приняли какое-то лечение. Мы живем в политизированном мире. Одни медики считают, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Другие медики считают, что это не обязательно, потому что это не спасет от коронавируса. Я придерживаюсь второй теории. Я хожу без маски, и я не соблюдаю социальную дистанцию. Дамы и господа, если я люблю женщину, я должен соблюдать социальную дистанцию. Это такой личный вопрос. Поэтому вы правы. Если определена болезнь, то нужно ее лечить. Но все дело в том, что когда мы говорим о болезни, связанной с почтой, у нас есть два мнения. Одно мнение – почта здорова. Второе мнение – почта больна. Как лечить, если врачи не согласны, не могут поставить диагноз? Вопрос замечательный, но диагноз такой спорный, понимаете? Да, придется собрать консилиум и подтверждать диагноз. Да, такое тоже может быть. Алексей, давайте сейчас примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Спасибо большое, что взяли мой звонок. Я хочу все-таки спросить. Мы будем лишены вот этого цирка, когда будут дебаты между Трампом и Вайденом. Окей, замечательный вопрос. Ну просто замечательный. Замечательный вопрос. Значит, сегодня мы уже знаем не просто даты дебатов, а мы даже знаем, кто будет проводить дебаты. Их будут проводить первые дебаты Fox News, вторые будут проводить дебаты CISPEN, а третьи NBC. Это мы уже сегодня знаем даты. Дамы и господа, я до сих пор не уверен, что дебаты будут. Я не уверен. Нам известны даты дебатов, нам известны ведущие, три ведущих на каждых дебатов. Я повторю еще раз. Я не уверен, что дебаты будут. Потому что мне трудно себе представить, что демократы... Байден сказал, а я буду спорить. А спикер Пилоси сказал, дебаты не обязательны. У них там разные мнения. Будь я демократом, я бы сказал, но-но-но-но-но, никаких дебатов. Окей, дамы и господа. Повторю еще раз. Даты названы. Те, кто будет проводить дебаты, названы. А будут ли дебаты, я в этом не уверен. Да, интересная ситуация, конечно, и время интересное, в котором мы живем. Поэтому, по этому же времени у нас есть ваше заключительное слово. Слава Богу, есть вещи, которые не меняются. Поэтому слушаем вас внимательно. Толя, значит, я через неделю вспомнил тысячи... тысячи... 1988 год. Это было, сколько уже, значит, 32 года назад. Значит, в июле, в июле, в июле, Майкл Дукакис опережал Джорджа Буша Папу на 18 очков. Так, по институту Гэллопа. Институт Гэллопа самая у нас уважаемая организация. Когда закончились выборы, Буш нокаутировал мистера Дукакаса. Буш выиграл в 40 штатах, Дукакас выиграл только в 10. И вот, отталкиваясь от того, что было в 1988 году, я переброшу мостик в сегодняшний день и выскажу робкое предположение, что Дональд Трамп выиграет выборы. Замечательный прогноз. Мне он очень нравится. Но единственная разница между тем временем и сегодняшним, это то, что все-таки Дукакас был при полном уме. Скажем так. В чем я немножко сомневаюсь. Это одна, а есть другая разница. 32 года назад средства массовой информации были не такими, как сегодня. Но мы поговорим ровно через неделю. Договорились. Лешка, всего хорошего. Спасибо огромное за очень интересную передачу. Будьте здоровы и посещайте магазин. Лава суплай. Лава суплай. Скоки. Спасибо. Спасибо, Лешка. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok